Мы самые величайшие во все времена и первое место в мире, наша судьба, друзья мои, давайте зажжем сердца, давайте поздравим еще раз, друзья, наших выступающих, которые, посмотрите, с таким стремлением, да, с таким вот к победе вот этой воли, да, что они действительно сделали сегодня невероятный шаг. Благодарю еще раз, благодарю, конечно же, Леонид и Татьяна, это действительно люди, победители, люди-чемпионы из далекой Бурятии, и я действительно, знаете, что сегодня заметила, вот когда у нас происходит какая-то заминка, правда, это же может быть прямо на уроке, бывает такое, вот когда у вас ученики на уроке не могут включить камеру, там, или еще какая-то заминка происходит, в этот момент, знаете, что проявляется? Проявляется, а, конечно же, проявляется то, как ты, вот наши восемь жемчужин, как ты их в себе начинаешь тут же практиковать, согласны? Я всегда на уроке говорю, так, подожди, ты не можешь включить микрофон, а где твоя улыбка? А где твоя пауза? Вот именно в таких моментах как раз-таки и проявляется практика, друзья мои, именно в таких моментах, когда тебе, как говорится, шпильки, вставляют шпильки, да, как раз вот тогда нужно проявлять именно практику наших жемчужин, которые же мы преподаем. Поэтому я горжусь своими учениками, как они сегодня стойко выстояли, и, конечно, привет прекраснейшей супруге Леонида, это Татьяна Сенгеева, действительно очень известный психолог, и, конечно же, мы очень-очень благодарим. И вот эта командная игра, командная поддержка, друзья мои, она очень-очень важна. И, знаете, я сегодня вас приветствую из Испании, потому что я всегда всем говорю, я человек мира, и очень люблю менять локацию, менять страну. Так, кстати, было не всегда, так произошло 4 буквально года назад, как только благодаря, только благодаря нашей методике Суперджамп, когда у тебя неразрывно твоя деятельность и путешествие, это все в одном. И мы вот с мужем взяли билет в один конец, и всегда у нас теперь такой вот посыл, что наш офис всегда, во-первых, у моря, всегда у разного, и всегда билет в один конец. То есть мы едем в какую-то страну, живем пока нам здесь нравится, вот потом эту страну меняем, и поэтому вот сегодня мы находимся в Испании, поэтому привет вам из Европы. И вы знаете, я сегодня, да, получаю от наставника, получаю тоже такую поддержку, благодарю тебя, Егор, благодарю братское сердце. Вот, потому что я говорю, Егор, ну так-то у нас в 4.30 я встала, чтобы выступить, да, чтобы действительно заранее. И он, знаете, мне что написал, он говорит, кто рано встает, тому Бог фаундеров дает. Как вам, друзья, вы представляете, как это круто, когда ты делаешь шаг навстречу своему будущему, и это будущее, конечно, оно уже у тебя. Ну что, как вам, друзья мои, новость? Как вам новость про Дубай? Как вам новость, да, про то место, где мы будем находиться? Кто уже посмотрел, сколько времени ему доезжать на транспорте, да, посмотрели? Потому что, вы знаете, как театр начинается с вешалки, так же и мероприятие, оно начинается с решения быть на этом мероприятии, правда? И уже с покупки билета, уже с организации этого мероприятия, это, как, знаете, предвкушение. Вот вспомните себя в детстве, да, вот все ждали Нового года, все ждали дня рождения. Как вот этот этап предвкушения, он важный, друзья мои? Да он, знаете, он даже иногда важнее, чем праздник, потому что вот этот вот момент ожидания, подготовки, это настолько вообще дает энергию, и мы-то с вами не исключение сейчас. Вот сейчас на этой энергии, друзья мои, конечно, нужно стать визионером. Я уже стала, я уже получу кепку, я уже вижу себя на красной дорожке. Кто видит себя на красной дорожке, друзья мои? Кто уже видит вот получение значка? Так, конечно же, вы уже должны увидеть, сколько у вас фаундеров в вашей команде приедет, где вы уже будете размещаться, друзья мои. Вот этот движ, вот эта вот подготовка, она дает неимоверное количество энергии. И вы знаете, буквально у меня выступление сегодня будет небольшое, я вам просто расскажу еще один инсайт, который я получила и уже передала людям, потому что я здесь тоже. Я не на отдыхе, как уже мне некоторые говорят, ну хорошего вам отдыха. Я говорю, да люди не понимают, что отдых и наш основной вид деятельности, это в принципе, это неразделимые вещи, поэтому я приехала в Испанию отдыхать, хотя это я не могу не назвать, там для меня вообще работа отдых, понимаете. И я познакомилась уже с большим количеством людей, буквально за неделю, мы здесь меньше недели, вот представляете, сколько уже прекрасных людей уже на тренировке, и буквально на следующей неделе уже садятся на тренировки. И знаете, я вам поделюсь опытом, поделюсь секретом, как мы это сделали. У нас различные есть способы привлечения людей, да, в основном мы работаем в онлайне, но вот для меня это тоже такой первый опыт, потому что, ну и надо и в онлайне здесь, раз мы уж в Испании находимся, здесь же очень много людей, которые сегодня на моем родном языке разговаривают, правильно, они же сегодня находятся здесь, и соответственно им надо помочь, помочь в каком плане. Им нужно огласить о том, что есть такая методика, что есть такая ассоциация, есть такая помощь людям, потому что в стрессе сегодня находятся все. И вы знаете, когда я пошла знакомиться через нетворкинг, то есть я пришла на заявленную тему, и вы знаете, что меня удивило? Человек, который нам давал тему упаковки своего бренда в соцсетях, в первую очередь, вот из там буквально полутора часов нашего общения, практически час она уделяла эмоциональному интеллекту, потому что все сегодня говорят, да, зачем тебе упаковывать свой бренд, зачем тебе вести соцсеть, у тебя все равно это не получится, если ты не будешь обладать навыками, какими, ну-ка догадайтесь, конечно же, это позитив, это уверенность, это умение проявляться, правда, это стрессоустойчивость, умение выходить на камеру и так далее. То есть в первую очередь, вот 90%, понимаете, любой упаковки, это как раз-таки вот те навыки, которые мы формируем на суперджампе. Но знаете, что интересно? Я вам очень хочу такой лайфхак дать, вот где бы вы ни появлялись, в каком бы обществе вы ни появлялись, вот как Петр Силкин нам говорит, каждый день, каждый день, там, где интеллект-тренер, там улыбка и хорошее настроение. Я вам даже больше хочу сказать, там, где интеллект-тренер, друзья мои, там должна быть такая энергия, что люди должны на вас смотреть и слюни пускать. А где вообще такой человек? А вы кто? А вы с какой планеты вообще? Почему у вас такое количество энергии? И что, собственно говоря, произошло и со мной? Потому что, когда я вышла презентовать себя, а вы знаете, да, что такое нетворкинг, вот, моя задача была там огласить себя, не послушать даже то, что мне дадут, да, потому что не это моя задача, а именно огласить себя и пригласить всех на мой мастер-класс, да, на то, о чём я буду говорить вот в ближайшее там время, где мы уже состыковали, уже помещение, всё-всё-всё. И вы представляете, когда я заявила о себе, ну, как бы люди, особенно выступающие, она говорит, так я сегодня буду говорить, я буду говорить о эмоциональном здоровье, о ментальном здоровье, о всех-всех-всех вот таких моментах, я сегодня буду говорить. На что, знаете, я сказала, я говорю, говорить однозначно, это здорово, а проверять, кто будет. И вот здесь, знаете, вот здесь вот такая заминка, в смысле проверять. Я говорю, так сказать-то можно, сегодня узнать это вообще не вопрос. А вот проверить, отдать сопровождение, отдать окружение, кто это будет делать, а что, так можно? Я говорю, конечно, интеллект-тренеры, конечно, этим и занимаются. Вы понимаете, в чём наша изюминка, в чём наша уникальность? Все об этом говорят, а мы-то даём обратную связь, а мы-то проверяем, понимаете? Мы с человека сопровождаем, и мы это выводим на постоянную практику человека. И вот здесь смотрите, какой у меня инсайт родился. Мы все знаем, да, что когда-то мы знали только такое понятие эмоциональный интеллект. Помните, да, IQ? И все измеряли это турами, не думали, что успех зависит только лишь от него. Потом у нас лет 30 назад, вообще говорили об этом уже больше 100 лет назад, и вот где-то лет 30 назад вышла книга, кто, может быть, такую читал книгу, да, от Эниела Голдмана «Эмоциональный интеллект». Вот, в принципе, это всего лишь 30 лет назад, друзья мои, в 1995 году заговорили, прям заговорили о эмоциональном интеллекте. И вывели такую даже теорию, что эмоциональный интеллект, он важнее, чем, на самом деле, чем показатель интеллекта. Почему? Потому что, когда человек обладает энергией, когда человек обладает вот такими качествами прокачанными, то у него больше шансов даже достичь успеха в жизни. То есть сегодня это уже мы показываем, мы миру показываем. Но вы знаете, мир не стоит на месте, и мир пошел дальше. И уже буквально, ребят, в 2017 году, вы знаете, какое понятие вывели? Вывели понятие «позитивный интеллект». Представьте, и вот Ширзат Чамин, всего лишь сколько, лишь там 7 лет назад, вот это понятие вообще в мире появилось. А знаете, что это такое «позитивный интеллект»? Это количество времени в сутках, когда ваш мозг, внимание, запоминайте, мы опередили время, ребята, когда ваш мозг находится либо в негативе, и вас ведет к каким-то проблемам, либо в позитиве, то есть он работает на вас. То есть вот это вот показатель, друзья мои, знаете, какой вы ввели показатель? 75% у вас мозг должен находиться в позитивном состоянии, если вы хотите в свою жизнь привлекать как по маслу, как по зеленому свету все прекрасные обстоятельства. А теперь внимание, что такое 75%? Если у вас из 24 часов, которые нам всем отведены, минус сон, из 16 часов бодрствования, друзья мои, это 12 часов. То есть 12 часов ваш мозг должен находиться в каком ключе? В позитивном. Друзья, разве это без интеллектуальных клубов? Возможно. Разве это без сообщества? Возможно. Разве это возможно без тренировок суперджам, друзья мои? Точка. Нельзя. Человек не будет сохранять вот этот позитив, если он не будет находиться в окружении. Вы понимаете, что мы миру даем? Если в 95-м году уже заговорили вовсю о эмоциональном интеллекте, а мы сегодня вышли на арену, и мы сегодня говорим про эмоциональный интеллект, то только 8 лет назад начали говорить про этот позитивный интеллект, а мы уже его опередили. Вы понимаете? Мы уже вот на блюдечке, вот на этой, да, мы уже даем людям сопровождение, мы уже даем среду, среда неизбежности интеллектуального роста, потому что только через интеллектуальные клубы, только через интеллектуальные клубы человек может сохранять, согласны, сохранять вот это умение фокусироваться на хорошее, представляете? Потому что люди, мозг так создан, природа человеческого ума так соткана, что мозг в первую очередь всегда негативен, но мы же об этом говорим на втором уроке. Вы даже возьмите, проведите эксперимент, зайдите куда-нибудь в публичное место, я не знаю, там где-нибудь скопление людей, где очереди еще может быть, да, есть, вот, зайдите и просто скажите, например, что-то негативное, ну, просто вот так вот про себя там, ой, как жарко там, или ой, фу, как душно, или там, ой, какой неприятный запах. Ребят, вам присоединятся все, все подхватят эту волну, все абсолютно, по крайней мере, мимика лица, понимаете? А зайдите вот в такое же место и скажите, например, как жизнь хороша, как здорово, ну, как минимум, у виска покрутят, правда? Но никто к вам не присоединится, то есть люди подхватывают негатив больше, понимаете? Поэтому мозг находится в негативе больше, чем в позитиве. А наши интеллектуальные клубы что делают? Круги силы что делают? Мы фокусируемся, что у тебя, допустим, за неделю, а что хорошего у тебя произошло, а что хорошего произошло? И это же свойство ума, это же тренировка ума, когда у вас мозг из всего, что у вас происходит, он умеет уже вычленять позитивные вещи, друзья мои, вот вам и 75% в течение дня, 12 часов мозг будет находиться в позитивном русле. А аудиотренинг, друзья мои, это что? Это не направленность ли нашего мозга туда, куда вам нужно, правильно направленный на вашу цель. Поэтому мы с вами просто впереди планеты всей. Так как можно об этом молчать? Так как можно сидеть и затаиваться? Как можно сидеть и бояться? Как можно сидеть и не рассказывать? Потому что секрет, секретный, правильно нам на всех школах Владимир Викторович говорит, да, кровавые мозоли, да, кровавые мозоли. Ну, ребят, ну у нас же кровавые мозоли, мы же не мешки таскаем, мы же не вагоны разгружаем. Ну что, у вас мозоль на языке появится? Ну каждый день новый человек должен знать о суперджампе, каждый день новый человек. Ну просто вопрос в том, что я сегодня делаю, на что я отвлекаюсь, что у меня сегодня на уме, что я, о чем я 12 часов хотя бы в сутки думаю, и понимаете, это же, конечно же, зависит от нас. Ну и, друзья мои, как Рейса Климова говорит, великолепнейший пример, я теперь всегда всем, всей своей команде говорю, друзья мои, застегивайте первую пуговицу правильно. Если вы застегнете первую пуговицу неправильно, у вас все пойдет наперекосяк. Делайте правильные вещи. Если вы, какого-то ингредиента нет, друзья мои, то у нас не будет, я не знаю, блюда не будет. Попробуйте борщ сварить без свеклы или сделать селедку под шубой без селедки. Ну не получится же, правда? То есть главного ингредиента не хватает. Какой наш главный ингредиент, друзья мои? Это супер статус. Это супер статус, это фаундер, потому что это главный ингредиент успеха, это главный ингредиент твоего будущего, это главный ингредиент построения твоей команды. И здесь, если ты сегодня еще не визионер, если у тебя еще нет кепки, бегом, друг мой, бегом. Потому что эта кепка, друзья мои, эта кепка, сегодня она может быть для вас еще такой ценности не представляет, друзья мои, но через 50 лет за козырек от этой кепки драться будут, понимаете? Ну это ж реально, мы же войдем в историю, и вот этот атрибут, ваши внуки, ваши правнуки, они будут говорить, так вот эта кепка, она еще побывала, вот там-то, там-то, представляете? И это будет наша история, мы с вами пишем историю. Поэтому, друзья мои, сегодня у нас, мы получили еще одну энергию, и такие прекрасные фотографии, вот как здорово, что у нас была репетиция в Батуми, у нас есть уже на что равняться, от чего отталкиваться, правда, и делать вот этот квантовый прыжок. И кому понравились фотографии, я сейчас смотрю фотографии лидеров, какая красота, какие красивые Ивашкина, какой красивый Роберт Тра, какие красивые вообще все лидеры, и это же так здорово. Так это только начало. Ваша фотография, она будет в Дубае, потому что вы, когда пойдете на красные дорожки, вас тоже будут фотографировать, представляете? И вы потом будете показывать эти фотографии вашим внукам, потому что они войдут, опять же, в историю. Ну что, друзья мои, воздуха в грудь! Полетели! 5, 4, 3, 2, 1! Мы самые величайшие во все времена, и первое место в мире наша судьба! Полетели, друзья мои, к богатству, к счастью и к всемирному человеческому процветанию! Субтитры создавал DimaTorzok